все знают меня на сегодняшний день 4 года и 3 месяца трезвости и группа у меня есть моя родная домашняя не родные у меня все группы до домашние у меня есть эта группа встречи когда меня звали я но я рад что я здесь да и я не знаю кто то есть кто не знает меня мне кажется нету да как я попала сообщества вообще вы для тех кто не знает я напомню не хочу если не делиться опытом своего вот этого как я пришла в сообщество не хочу если делиться тем опытом как я проходила шаги да вот кому надо надеть все спонсоры и мозги что нам рассказывать хотя я конца я могу вам ответить если вы какие-то вопросы пошаги меня когда я делаю я отвечу кому-то надо будет я сегодня хочу поделиться опытом да давайте все по-взрослому так вот как я называю это национальная трезвость после того как вот случилось такое что я попал в сообщество в таком деградированном сознании для тех кто меня не знаю я сразу могу сказать что я буквально человек 9 лет и в анонимные пришла когда не был 42 да и я из тех людей которые про которых написано книги мы пробовали все методы лечение 7 до 7 какие могли мы найти с родными и близкими людьми мне это кодировки бабки детки годов ну как это же частные клиники и там бесплатные вот последние 11 лет у меня был бесплатная больница и репутационный бесплатный центр и откуда меня выгнали да и умирать и вот сегодня я стою да и тут четырьмя задания трезвости вещаю и радостно и счастливая да и пришла и в сообщество без желания бросить пить потому что эти уже вообще никто было это было последнее место дома меня никто не ждал мой сын убежал в армии закрылась дверь за мной в этой квартире где же влюблена моя мама сказала чтобы я лучше удобно и она поплачет один раз и и будет спокойно поэтому как тот бог так распорядился что на моей стороны больше сделать что-нибудь да какой-то выход он мне послал на них алкоголиков и мое воздражение началось как не сразу да я пришла агрессивная вся озлобленная не понимаешь ничего на распальцованная крутая и ко мне с вопросами даже близко не подходите и вашими ваши ответы спонсор этим будут но у меня был спонсор сразу я завела спонсор на второй группе потому что меня выгнали спосле или черти как бы я человек со всеми зависимости которые можно придумать и поэтому нет алкоголя что-то себе придумать да я очень быстро слетела программами 15 день после выхода из больницы у меня был спонсор которыми сказал один на группу и на группу я ходил каждый год ой каждый день в течение года да мы читали с ней книгу мы читали туда сюда с ней но у меня никак на вас от отрезвы да я не хотела до 4 шаг я не хотела ничего сделать я хотел какую-то волшебную таблетку мне далее я научилась контроль контролировать я никак не могла понять почему я не бухаю я не живу я и в сообщество пришла уже без желания жить но почему когда я не бухаю я не могу жить почему мне это трезвость меня не радует почему дома меня не принимают как так то я же здорово да вы поставьте меня на предисталку у нас написано книге а мне мама меня подальше мысли вообще отношения никаких семеней да он даже близко не хочет ли мне говорят ищем силу да она даст верать счастье у меня даже как-то получилось начать как я думаю выздоравливать у меня был год трезвости когда мы расстались первым спонсором она все никак не могла 4 шаг написать опять но я как-то делал там что-то для себя там выборочно да вот это вот это году программа на не шведский стол хочу это делаю хочу а у меня не было готово не делать все я ходила и говорил как вы все это самые какие все козлы какие все уроды где тут это чего от меня скрываете и со вторым также спонсором да я когда от меня первый спонсор отказался я очередной раз пытался написать 4 шаг и я поняла что-то движу какой-то дальше продолжать там что это что-то помогает и я начала сказать второго спонсора нашла но опять бога не было и мы тоже недолго музыка играла на полтора года девушка со мной промучилась я так не смогло я своих подопечных раз вижу не хотят все до свидания я не настолько духовничек и только встретим спонсором да когда уже люди стали шарапаться от меня она не мило того что когда подходила говорила дайте мне 12 шагов очень благодарна тебе что ты к нам обратилась данным наше спокойствие она нам дороже посмотрел женщин не хотят ничего чей оба вот чья отрезвость не нравилось да они не хотят мне спонсировать они не хотят отдавать то что есть у них я пошла к мужикам я говорю ребята ночью трезвость не нравится ребята только я удивилась что и мужики начали это самое такие оленок мы тебя не потянем я бы ничего личного ну и мне как бы не нужны как эти не тогда книгу они я прямо ты знаете я очень огорчилась там серьезно огорчилась обиделась на все сообщество у меня была группа на послужение на группе да я вообще группа не видела да я послал проведу группу разворачивающих ухожу в этом я приехал один говорит что как рабочий собрание это не пофиг учетом на рабочем собране подружку ждут то есть поехали там дам вместе рядом живем я вот тут никто не хочет быть моим спонсором ваши вот эти 12 ваш если говорил ваш ваша программа не работает и он не говорит ты бог попросил тебе покажет человека он не сказал что это женщина там должна быть а у меня все как говорится было но уже была свои квартиры да я похоронил маму не осталась квартир я жила в двухкомнатной квартире живи до радости да у меня была работа у меня были поездки за границу куда я мечтал и куда я даже мечтать даже не мечтал странной исполнились да у меня не было только счастье и понимание для чего я живу для чего я вообще здесь живу для чего я топчу эту землю для для чего я пожил анонимные алкоголики как я не могла платить я приходила на группу видел там людей и которые приходили из дома терезы у них ничего не было а они сидели на группе них огонечки сверкали в глазах какие-то истроки я подходил спрашиваю ребята что вы тут это такие документах даже нет вы вообще граждане другой страны а вы такие сидите довольны да у меня все есть и я что-то как-то не поймут я очень часто потала духовность и религия и вот когда у меня случилась вот эта вот тема да что все со мной не общаются на меня алкоголика дня нет друзей меня никто дома не ждет да я завела себе собаку да у меня собаку это единственный кто вот реально любит меня какая есть да он такой я кстати очень очень часто смотрю за забав получать вот этому смирению не и в шорских тарьера вообще он был не на 4 писать у меня будет он не злобливый вообще такой парень сколько слез у меня вылезал да вот насколько вот у нас книги написанным да вначале нам не свойственна любовь там доброта сама там это чего там взаимопомощи да вот это мне точно не существенно часто мне на корысть так свойственно да потому что отдавая вас я получаю себе да вот если я не увидела массы я очень рада вам видеть и не могу сказать что вас всех люблю да я ну то что все не рада и честно скажу на вчера тем была на группе про любовь это мне не свойственно оказывается и вот я пришла домой и села и делать нечего обратился бы боже пошли ты мне эту четку которая готова отдать мне эти шаги чтобы моя жизнь как-то изменилась у меня пришла просто готовность у меня нету желания у меня нету и сейчас пару желаний у меня знаете какое желание когда я люблю тебя и радуйся счастливой жизни вот я на кипре свой день рождения у меня номер сингл у меня все включено плюс до мороженого мало детей россиян вообще там нету одни там чуть-чуть иностранцы данные примесь мало это белый пустынный пляж и никого вот а тут мое счастье никто мне на не наступает и казалось бы я вам оттуда столько любви пришлю столько счастья пришлю столько и скажу что я готова обнять весь мир да но это не происходит ежедневно для меня человек у которого вот такое это я думаю сейчас сделаю 12 шагов я нашла себе тетку дай попросила богу покажи мне эту тетку не показал эту тетку мы с ней сделать выбора почитала со мной книгу читала она потому что я оказывается еще и читать не умею хотя блин думал что блин и пытая как так она мне объяснял что-то иногда я ее там увольняла раз 80 за время чтения книги иногда я на нее жаловалась там кому-то да потому что не на чем она мне говорила такие вещи которые я не хотела слушать да не приходилось общаться с людьми у которых есть опыт принятия шагов чтобы они помогли даже не слова добром как бы десятого шага чтобы я могла с ней двигаться дальше потому что я понимала что если я сейчас ее совсем умолю да я упаду а бог не дал мне сдохнуть я лежала когда это самое в психушке пять с половиной месяцев до без рук без ног голова трезвая да и думаю что поблина очень лежит да и так всю жизнь да кто тебе чего принесет никто памперсы никто теперь нет не будет это никому не нужно так и прыгнуть я не могла я боюсь я страшно был я так не хотела жить я хотела жить с каким-то часть да это счастье не понимал и вот потихоньку потихоньку шаг за шагом мы начали с ней читать книгу первым что она мне сказала когда я к ней пришла бери богу во все свои дела я говорю куда брать кого брать она говорит бога я говорю если я в туалет она говорит ну и туда переживай а я говорю если с мужиком в постели я начала так ехидничать на ней дали умного крышняк человек попутка знаете эти приходят белый говорит там у него глаза светит так радостно счастливы дать не спрашивать что с тобой случилось вчера цепи кошку хотели забрать и сегодня те глаза светится он будет я брел бога облик двинулся старичок на почве религии вот и я должна не смотрю дело то что света с этой теткой хожу уже три года перед тем она стала моя спонсором да я очень мне все хотелось она была моим спонсором и я ее видела на группе да она рассказывает о старе какие-то движухи там какие-то жизненные там наш раб налетела тут тут там это квартира лишили а бог управит оба управит на карточку денес или полосы или машину припарк припаркует и надо обратно привезут чудная какая-то виду то она вот моим способом спонсором стала надо бери богу во все свои дела до через неделю двери звоним уже спрашивала чем моя жизнь остановилась что я бы вечер не поняла я он брал что лечит как тут события не все те же самые а жизнь как-то стал спокойнее я бы я вот так да опять же вот бинда приходит доктор я быть наверно сошел с ума она переживает вы сумасшедшие так что я бы поменялся кошка плачь на это же оплакали здесь продолжать до сих уже не будет я так стала делать дальше в это время мы читаем книгу и божьей помощью как тут только третий шаг когда я принял у меня интересная вещь спрашивается спонсором такая прикольная я спрашиваю про лягушек дали слову ты не решили без слога как лягушек вот сидела 3 на заборе одна будет прыгнула сколько крест остался и вред вверх я же считать умею она нет 3 и опять и во-первых лягушки на заборе и все тут на этот статус кому показать оказывается просто можно было припоручить а вот как это как припоручить свою жизнь работу мужиков там деньги детей транспорт хождение до вождения там который погодные условия я не знаю как это все припоручить она интересна вещь говорит иногда так по-простому сам веку это со мной попроще потому что у меня уровень развития три плюс поэтому ты вот она говорит вот ты хочешь чтобы вот есть кто будет управлять твою жизнь а ты будешь просто странно наблюдать результаты в ритуале мне так это понравилось на ее раз думал про кучу ему не скинулся я ему скинул да мы даже четвертому шагу да это то что я всего всегда не хотела даже ну себе это я ладно я себя не пишу сколько хочется этих этих историй до которые у меня были в жизни а вот озвучить другому человеку дай показать себе себя другой красе я не хотел с божьей помощью да вот это реально работает неприятно да неприятно очень у меня знаете у меня иногда на поскольку с ней общались и у меня так как мне поняла до отключался компьютер она вызывает и 4 кидачным смыслом выключали время выключаясь мне техника вылетал как меня но я смогла это сделать да не смогла мы с богом сделали это все у меня что-то перечелкнул да а ведь правда обещание пятого шажа она сбылось у меня ушло вот это желание бухать потому что я до того момента пока я не рассказала всю свою историю мне все время была навязчивая и идея какая-то вы все равно что-то какой-то был дискомфорт и все время хотела выпить дальше больше я чуть так уже повеселела мне понравилось и дальше 6 7 штаб до в действие недостатки при поручила и вдруг стали происходить удивительные вещи написала список и начала его делать до 9 шага возмещать ущерб смысле но я из первым делала спонсором и как пыталась да старая не успела или у меня уже какие-то были такие навыки да но мне очень знаете что хотелось мне очень хотелось когда вы начали с третьим спонсором читать книгу там начали есть такая тема многочисленное выздоровление и восстановленные семьи меня не было отношений я разрушила все все что можно да и у меня остался только единственное это мой родной сын который уже женился у которого уже пошли дети да но он держал меня на стороне больше у меня никого не было мне не было друзей на тот момент мне не было но мне очень хотелось дает то что я не видел я 20 лет бухала в его жизни потом я еще четыре года где-то на стороне я выздоравливала и получилось так что практически я не видел как растет мой ребенок хотя я считал себя крутой мамой и а мне очень хотелось вот это вот быть в семье и последний в списке у меня был муж да мой лучший муж которому я сказал что не буду делать девятку никогда он поставил такие условия да что и пришлось ему делать у меня родилась вторая внучка да хуже он второй раз женился моё сын теперь он первый раз женился на второе место получилось и родилась у меня дочка и я стала заходить не стали допускать так сказать ребенку на некоторое время воскресенье да это езжала и стал выявлять самым лучшим местом дискомфортно я поняла что пора и девятку делать хотя очень не хотелось и я только встречи попытка от нас до восьмом шаге мы составили список и преисполнились желанием там есть молитва если за своим подопись обязательно говорю прочитать это молитву потому что ну как бы готова готова да ну я сегодня не пойду или там пойдут а так вот это не работает не надо шаг это смирение да это готовность без бога тут никак я сделала вот тут произошло вообще вот обещание держа шаг у меня сработали все и по поводу экономической вот это вот мэй благополучия да если я не парюсь где мне взять денег бог дает микс только сколько мне надо вот реально нужно висели 100 рублей он это столбик нужно веселить еще мне даже тысячу я даже не замораживаются отношения у меня такие отношения с своим молодым человеком так сказать бы френдом я даже не мечтала что такие могут быть свободны и прикольные у меня есть работу который меня вполне устраивает я реально полезны но больше всего я живу сегодня три года уже со своим сыном со своей невесткой и то что происходит в моей семье да это чудо это такое чудо о котором я даже не мечтала я не могу еще мы будешь присутствует оказывается периодически в нашей квартире у нас общая квартира и мы вот каждый живем в своей комнате знаете такого общей семье но если я говорился до вечной тоже живи санда и не мешай другим жить вот это применение мы живем одна семья ну каждый живет своей как бы жизнь да не мешая другим меня не было это сразу то что делает бог моей жизни это чудеса чудесные я пришла когда да и первые полгода сидела него сын позвал маму ты давай там я работу меня а вот и не ищи ты горит это сама приезжай будешь помогать нам смелки я прям сразу на радость собралась приехала а вот невеста уже до меня там пару лет живет с ним у нее там свои какие-то эти самые правила и я такая вся крутая приехала конечно у нас конфликты были сегодня я смеюсь да вот поэтому графику мы живем кто будет полы мыть кто не будет полы мыть кто вынесет мусор кто не вынесет мусор я всем что-то навязывал всем рассказывал мне говорили дети мама не говори нам а то мы здесь скажем куда тебе надо идти и я знать вот этот жужжалки постоянно звоню спонсору да что же это такое я их ростила ростила ну я уже так вот я честно если не верила что их ростила ростила что они каким-то образом должны быть благодарны короче накуролесила да я очень много прежде чем вот началось вот это потом я выдохла еще не спонсор говорит ты помолись за свою невесту я говорю да ты чё у меня мама есть пускай молится сама и дня меня прям вот переломать себя встать на колени боже помоги мне относиться к не стерпению смирения все знаете молитвы четвертого шага она уже проста не про какого я слышал люди там какого-то добра желают там два каких-то которые там себе хотят я не могу так для свет не хочу никаких благ а я бы к другому но я просто прошу бога относиться к этому человеку с терпением там смирением чем я могу помочь да иногда я могу просто отойти от его безумие да и не мешать ему там буйствовать это касается и моей семьи да как только я перестала лезть в их не отношения вы знаете как моя жизнь засияла она просто засияла красками потому что не было скандалов я вот на этот треугольник по настроила пока вот день плане раз у меня есть еще и ну я не могу сказать алкоголь у меня алкоголь похож на меня да и плюс у него есть и другая зависимость но если мне этого не вижу причем программа интересные вещи делает чудеса бог программе вот когда я просто молюсь за него я просто помоги я не знаю что делать я не указываю бог не очень простая молитва когда у меня что-то начиная труда как у нас по 11 шаге волнение сомнений когда у вас запись на спрошу когда у вас волнение сомнений ну там некоторые сегодня у меня уже лучше сегодня я уже меньше боюсь я не знаю я чуть прям святой не стал у меня постоянно волнение то сомнений то страхи то туда то суда то какой-то раздраж и я постоянно хожу целый день боже помоги боже помоги даже не знаете мне надо помочь просто боже помоги я ему сегодня не указываю и от этого моя трезвость она вот эмоциональными она стала трезвой меньше страх даже не думаю откуда это чего это происходят такие вещи от меня на работе говорит надо сделать то-то вчера я настраиваюсь я сделаю то-то сегодня говорят нет вот это не делать поменим будет сделать это вы знаете я в раньше слова вы чё я чё вам тут девочка на побегушках что ли то делать то не делал мне сколько лет то вы чё вы мне тут абсолютно определитесь наверно да а потом не говорите вот когда вы будьте готовы сегодня такого не ценила значит так это про то что я еще в деньгах теряю представляете да я потеряла в деньгах и мне сегодня даже мысль не часто только я это вот ну ладно будет значит а в наш поменяемся там как-то вы когда-то там что-то сделать позвонить я жду звонка я потом там сделать дальше вот я не знаю вот из того что было не в россии ника который готов был любому анонимному алкоголику на уроке столом по башке лезть и то что происходит сегодня да это небо и земля если сажать в автобус комитет механического завода я прям не рада но сегодня с уже со смехом я к своей не скажу слушай когда метро 2 дает марина он вам не знаю меня об этом даже не спрашиваю я вот вы знаете из деревни приехали я гнула она а играть его навигатор не может посмотреть а не то я с этим не дружу это там ну ладно честно сказал не по словаку на них а то сказал там к пункте не маршрута я приехал ну я зашла до литейна я поставил навигатор посмотрел сейчас через семнадцать минут привет троллейбус там для автобуса на троллейбус нельзя он заворачивает это я прыгнула в автобус и спрашиваю у тетки там а этот идет марина будет вот игра каком метро он будет одно марина метро и гни два марина но будет одно и доказать а другая ведь сам помощь когда мне надо второго метра на ветерануешь собрать встретить знать чтобы было бы нет я с поехал потратить сказал ты сказал полдня спасибо выхожу ну ладно значит так не первая моя может мне бог говорит не надо мне на группу этот социальный центр я говорю вы местные почти сегодня уже не звучит тогда ну куда надо я попаду сюда то и это боже где-то социальный центр и такие дурненькие узбеки социальный центр такой а вот это наверное я спасибо а там какая-то шутка не парковалась около крюса да я смотрю она же прям бедную дверку проверила ну скажешь что ты чиканутая на лице все написано сегодня это не парит сегодня я отношусь со смехом и как бы ко многим жестейским ситуациям трудно вывести но это если с дом как только отпускаю руку бога да я превращаюсь тоже не в растение когда алкоголика лена которая готова убить не надо вещество никакой чтобы убить всех вас здесь на чтобы разгромить этот центр на будучи в трезвом состоянии мне прошлом году я рассказывал в январе месяце у меня был такой эмоциональный средства что мой сын пришел испугался я друг у бога отпустила завелась осталась двумя детьми я считал что они должны быть дома со своей дочкой да ну ладно старше это не я взяла в гости а младшую как минимум нам еще не должны были прийти и мне так вот я разогнала себя да вот это вот ваша вошла в этот эмоциональный запой чтобы она пришел я орала он прям испугался он протрезвел он протрезвел сказал она пьян не может отрезвый человек корыть я прям и меня никто не отменяет мои похмельные синдромы в общем сегодня я не хочу ловить их когда я вот каком-то этом самом раздрайве злости да и я чувствую национальный пахнет до сих пор у меня бывает состояние лодки когда мне было что-нибудь такое и это сегодня это происходит вообще я не допускаю в рамках там 10 11 шага соответственно 12 дает помощь повернуть вам покажи там где я могу что-нибудь полезно да и конечно я выхожу из этих состояний поэтому сегодня трезвость моя она такая знаете спокойно достаточно меня сегодня очень сложно вышибить хотя бывают тяжелые моменты знаете это тяжело жить с действующим алкоголиком наркоманом даст женой которая соседа и потакает и видеть как у тебя на глазах да происходит те вещи которые по отношению к ребенку делать их не болеть и ты ничего не можешь сделать это очень тяжело твоя задача если не нужно помнить где-то вот я спрашиваю где могу помочь здесь да иногда просто отойти для для чего-то это мелкой нужно что я смотрю на свою старшую дочь она тоже живет кстати на ружье сломок горечка у меня там старший брат старшая сестра наши сейчас тоже они все в детдоме выросли маму лично и вот они все живут там и причем не совсем она не пьет моя вторая мистка 1 и прекрасная дочь она занимается и да и вот это меня вот знаете когда вот эту вещь увидела да как вырастет первая . таких условиях у меня ушло от этой вины что я что-то сделал не так по отношению к сыну что у меня сегодня алкоголик солны бухает и что там туда-сюда потому что я пробовал к нему подойти с этой позиции сынах тебе проблемы может быть тебе надо помочь на что мне сказал мам ты че у меня проблем нет я работаю ты видишь я работаю я зарабатываю деньги я несу в семье а вот это безумие нет но я это называю знаете как фильм иронии судьбы да вот старый вариант да это и сейчас же молодежь не придумали снова мне актерами вот этому сын да если я вижу и я прям спонсору я не знаю еще не делать тут беги оттуда ты там нужно здесь чтобы поделиться своим опытом там и ребят реально я не знаю вот я говорю я смотрю даже ситуацию вместо этого дня в одной это на группу сходил там помогла с тем поговорил я прихожу меня дома тишина и покой его пьянки они как-то спокойно он же такой же как его гулять погулять весь район на ушах я когда приехала три года назад у меня там весь за первый раз увидела как я очень пила потому что люди в подъездах спрятались да и так это лена приехала некоторые просто чисто откровенно своеменность пуска высказывали дарут на которые подо мной жили пострадали больше ты еще не сдох тут я не ожидали конечно люди не ожидаем не увидите а когда напротив соседки я стану вами на каток она так тихонечко ты вошла что ли я бы не на каток это самая сумка на каток и конечно не первые вот сегодня со мной здороваются все все соседи и сегодня не уже так не бояться мне как раньше да но был момент когда я что-то там подкрыгнула на лестнице и соседка что такое бен случилось люди пугаются да до сих пор меня соседка в текстильщиках где вот я сейчас там раньше жила у детей живут там квартиру сдаю и как-то я приехала починить надо было она меня увидела ленты похудела а ты не пьешь восемь лет прошло как я в сообществе человек помню меня как я бухала я кто-то своего спонсора как-то говорила в прошлом году что я выпила как бог интеллигентно выхожу после этого приехала домой вхожу собаку сидит бывший муж да и это с ребят на лавочке у меня муж не алкоголик но так может и мужик с ним а я имя горит и невестка там мошка ищет позвоним бы ты и найти не может что-то и нужен а может поворачиваться и говорит это знаю мы с тобой один день вместе работали я такой крутой а он так упал и пишешь и я такой детям с тобой один день работали восемь лет живет где я работал один день а помните у тебя собака светлая была говорит ты палатки охранником работу вот тут я села на задницу 20 лет назад сейчас уже больше 24 я работала это самое палатки а он был охранником но ведь ты пьешь один день провести с этим человек чтобы он не 20 лет помню а я говорю я пила как бог интеллигентно вот поэтому я удивляться тогда что люди шарахались меня и весь подъездами сегодня нет сегодня как тут программы поменяла не я а бог программе дал дати шаги то что еще не отдаю этот свой опыт да потому что только отдавая я получаю какой-то вот счастье радость да иногда люблю спаса спонсора куда-нибудь если у меня есть возможность мотануться в другой город там да мне нравится общаться с людьми которые там поздоравливают я делаю те вещи которые я не могу сделать сама для себя да прийти на группу раньше никогда первый ты давай шаги сделать будешь опыт отдавать я буду отдавать опыт подопечный будет будешь спикерский никому я не расскажу я не верила в этом но сегодня как-то все по-другому сегодня у меня такое знаете тихое счастье сегодня я делаю вещи которые я точно если не просто не могу долго злиться потому что это уже мне не кайфу если раньше я любила бы еще посидеть в этом кайфе да там она на давай там это самый мазохизмом позанимается что сегодня я стараюсь можно заберите нас я стараюсь прям сразу становиться божество как топ у меня начинает особенности голова чем там какой-то мысли подкинька в жизни несправедливо и всем торможем торможу сразу иначе я так размахнуть что потом не соберешь поэтому как то не знаю вы знаете чем больше как программе тем меньше как тут слов находится вот хочется просто знать как сказать ребят давайте попьем посидим просто вообще так рада вас циклить программа она такая простая да вот как мы спонсор ехали теперь она говорит программа настолько простая это становись попроси помощь бога да вернись здесь и сейчас посмотрю где ты можешь быть полезным да спасибо что послушали если не трезвое я тебе будут…. я вам нажили это что касается я не знаю но я хочу сказать кроме того как она имеет я добавил и сейчас я хочу сказать ну Продолжение следует...